Дорогие друзья, это рубрика «Развездный визажист». Сегодня у нас в гостях прекрасная Ланиша и супермодель Зарнигор. Ланиша, спасибо большое, что вы пришли к нам на передачу. Зарнигор вам также. Спасибо. Ланиша, что мы сегодня будем показывать? Какой практический совет мы сегодня будем использовать? Сегодня я покажу, как правильно делать дневной макияж. Это очень важно, потому что каждая девушка должна именно уметь делать дневной макияж. Я покажу... Скульптурирование? Да, 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 вот важная часть. Скульптурирование я буду сегодня показывать детально, чтобы вы все смогли дома повторить. Отлично. Давайте тогда приступим к работе. Да, вот сейчас. А что вы порекомендуете в качестве основы под макияж? Вы знаете, у меня есть универсальный крем, который называется Эмбриолис. Он для всех типов кожи, он не делает слишком жирным лицо, при этом увлажняет очень хорошо. Сейчас мы до макияжа его нанесем. Их тоже не очень много, чтобы слишком не переборщить. Все, лицо покрываем, как кремом обычно. Скажите, а вот чем лучше снимать макияж? Вы знаете, я смываю Невея двухфазовая митилярка, которая в основном вокруг глаз используется, но при этом она очень хорошо, мягко смывает макияж. Также на веки немного наносим такой паза. Пожалуйста. Отлично. А знаете, как вы относитесь к таким средствам, как, например, медальное масло или абрикосовое? У меня бабушка всегда учила, что лучше пользоваться таким вот народным средством. Я, честно, я народные средства не практикую, честно вам сразу скажу, хотя говорят, что это очень полезно, нужно это делать. Но я почему-то больше гуглю, больше я читаю в Инстаграме, какие средства лучше и больше профессионально использую средства. Сейчас я тональный кремий нанесу, вот я, например, использую Ревлон, он не очень дорогой, между прочим, очень даже доступный для всех. И при этом при всем он очень стойкий, 24 часа стоит. При этом вы знаете, что ваш макияж, даже прикасаясь к лицу, не уйдет. Я вот, например, использую два, самый светлый, самый темный цвет для того, чтобы размешать и сделать тон, который подходит именно ей. Да, это очень важно еще, потому что пишут на этикетке одно, а потом на практике это совершенно другое получается. То есть пишут 24 часа, но такого эффекта много не будет. Да, да, да. Ну и, конечно, я на своем опыте могу сказать, какой лучше. Потому что я пробовала очень много разных средств. Ну, конечно, все будет очень сильно. Да, да, да. Дорогие, дешевые. Мне нравится, что именно количество достаточно тонального средства в упаковке, в бутыльке. И при этом, при всем, по цене это очень доступно получается. То есть хватает надолго. Ну, девочки, хочу вам всем, вот, при всех предупредить, остерегайтесь подделок. Даже такую фирму подделывают. Тем более у нас в стране. Да. В основном я из Штатов заказываю себе косметику для того, чтобы быть уверенна в том, что это оригинал и качество не подведет. Вот полностью, почему я пальчиками, обычно многие спонжиками и бьюти-блендерами пользуются. Но я очень люблю палец, потому что как вбивает вот так вот палец во все поры тональный крем, так ни один бьюти-блендер не вбивает. Вы, наверное, чувствуете, да? Да, да, чувствуешь, чувствуешь, да, вот, вы правы. Вот. Ну, конечно, перед этим мою руки. Вот. Ну, это мы не сомневаемся. Закрывай глаза. Также мы этот тональный наносим и на веки, чтобы вот целый день продержался ваш макияж, не скатывались тени, хотя мы и праймер тоже нанесем для век, но все равно, я же говорю, это намного эффективнее, я думаю, будет стоять макияж, потому что эта тоналка очень стойкая. Сейчас я хочу прокорректировать бровки. Беру косую кисточку как раз для бровей, использую помадку Анастасия Беверлихилл для бровей, Dark Brown в данном случае. Хочу заполнить недостатки на бровях, ну, хотя у нее бровки, в принципе, хорошие, нашей модели, ну, все же. А как, а что вы рекомендуете? То есть, красить брови, да, то есть, краской, либо это как бы будет самим вот каждый раз, при каждом макияже, то есть, да? Ну, это зависит, знаете, от каждого человека, потому что если у тебя получается красить брови, насколько я по модели вижу, у нее получается очень хорошо самой. Поэтому здесь уже никакие побочные действия не нужны, например, как микроблейдинг, красить брови, хной и так далее. Я считаю, что это лишнее. Но если совсем не получается, вам либо лучше прийти на курсы клониши, либо вам нужно, конечно, красить или дополнительно какие-то действия предпринимать. Вот, я прокорректировала бровки, а теперь я хочу показать такой финт небольшой. Да, это очень такие вот авторские моменты, да, которые вот именно вот какие-то фишки, да? Да, да, да. Ну, конечно, сейчас на данный момент это не фишка, я просто хочу немножко почистить ей. Я беру корректор для глаз, для век, и под брови провожу ровную линию, для того, чтобы они более четкими. Вот этот же корректор я по всему веку провожу, для того, чтобы, это как база для теней, для того, чтобы хорошо растушевывать тень наш. То есть, о том, что они будут так, сыпать, продать, или все? Нет, 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 нет. Во-первых, я не использую тени, которые сыпятся. Те, которые сыпятся, считаются плохими. Я использую такие фирмы. Кремообразные они используют? Нет, это при этом, при всем это не кремообразные, они просто плотной консистенции. И из-за этого, например, Hoda Beauty, мне очень нравится. Это вот новая палетка недавно вышедшая. И вот, например, очень мне нравится Morphe, очень. Вот я влюблена просто в эти тени. И вот я хочу сказать, что они очень, палетка большая, видите, разные цвета. При этом, при всем, она стоит не очень дорого. Да, да, да. При том, что Huda стоит как две вот такие палетки. Но при этом качество у них отменное. И у этих, и у этих. И чем они хороши? Тем, что ни эти, ни эти не сыпятся вообще. Как бы ты их ни накладывала, они не сыпятся. Это очень выгодно. Да, это очень важно, если, например, какое-то ответственное мероприятие, да, и тут такой казус произошел, да, неприятный. Да, да, да. Ну, вы знаете, они также, плохие тени, они сыпятся даже тогда, когда ты их наносишь. Потом здесь все черное, приходится подтирать, убирать. Все это, это лишняя трата времени. Вот, я нанесла полностью на веки, на оба века. Такой, густо нанесла достаточно для того, чтобы, я же говорю, эта база, она очень хорошо держит. Нет, она не впитывается. Она кремовая. Я сейчас сухим контуром, вот, допустим, у меня сухая палетка есть для контурирования лица. Анастасия Беверли-Хиллз фирма, очень хорошая, мне тоже очень нравится. Здесь есть, вот, как раз мы корректируем лицо ей, получается, сухой контур. Для коррекции лица нам требуется кремовый контур, вот, кремовый тоже Анастасия Беверли-Хиллз, и сухой контур. Сухой контур очень оптимальный, я его использую как база, как тени даже, вот так скажем, для век на каждый день. Также использую, как, вот, припудриваю вот этим банановым цветом, это очень модный цвет, кстати. Веки полностью. То есть он такой, это такой оптимальный цвет, да, который не будет выделяться, да? Да, да. Нет, он просто база, понимаете, он полностью покрывает ваши веки для того, чтобы вы дальше могли манипуляции проводить на своих веках. То есть могли накладывать тени, чтобы они хорошо растушевывались. Проходила хорошо цветовая градация от темного к светлому. И было незаметно это, вот. Получается, вы всю косметику свою заказываете теником из Штатов. Да, да, из Штатов. Вот сейчас небольшое количество сухого контура я нанесу на веки в качестве ободка. Посмотрите, открой, пожалуйста, глаза. Вот когда мы закрываем глаза, у нас получается здесь складка такая. По этой складке мы ведем... На подвижный? Да, нет, повыше подвижного века для того, чтобы создать глубину глазам. Это подчеркивает больше. Чем больше подвижного века, тем это красивее, я считаю. Вот. Тем больше глаза окажутся. Поэтому мы сейчас по всему глазу, скажите, ободка наносим. А есть какие-нибудь технологии, да, или какая-то фишка, чтобы вот визуально глаза увеличить? Да, да. А что вот можно вот такое? Вы знаете, самый лучший вариант – это подчеркивать светлым подвижное веко, осветлять. И внутри нашего внутреннего века мы проводим светлым карандашом или светлым корректором. Это очень хорошо увеличивает глаза. При этом, при всем я же говорю, вот этот ободок коричневый. Он как база под любой макияж я использую. Обязательно. Это вот мой почерк именно. Потому что я считаю, что вот когда ты глубину естественным образом создаешь глазу, он становится уже больше, и ты накладываешь сверху тени, делаешь любой другой сверху макияж, и уже по-другому совсем смотрится. Как себя чувствуете за деньгом? Отлично. Чувствуете себя красавицей? Я и так красавица. Ну, да. Да, ну вообще ей не привыкать, конечно, макияж делать у профессионала. Да, конечно. Поэтому она на посухе сидит. Я же знаю, да? То есть смотреть наверх, вниз. Когда закрывать, когда? На каждом показах почти. Ну, не здесь, а за границей, например, у нас всегда красят профессионалы. Мы уже привыкшие. Открыть, пожалуйста, да? И под глазом немножко подработим. Сейчас вы видите, да, что у нас подвижная века пока светлая. И мы также его оставим светлым, но так как лето сейчас, очень модно добавлять всякие глиттерсы, добавлять пигменты. Вот как раз я могу добавлять пигменты, либо использовать, например, в худо-палетке. У меня есть вот здесь такие вот, такие цвета необычные, блестящие. Немножко добавим вот здесь коричневого на подвижное веко. Пальчиком. Получается, мы создаем такой образ дневной, который подойдет под любую одежду, да? Или придется, то есть подбирать какую-то одежду? Нет, это абсолютно мудовые оттенки, которые идут абсолютно под любой лук. Супер. Потому что, да, сейчас действительно такие вот практичные вещи, да, практичные советы очень кстати, так как сейчас очень много зимитых дам. Посмотрите, я в качестве светлого использую вот этот оттенок, такой бежевато, какой-то розоватый. И наношу его на уголок глаза подвижного века вначале, так пальчиком. Почему пальчиком? Потому что эти тени, они лучше всего пальцами наносятся, именно эти. А так я пальцы не практикую именно, когда тени наношу обычно. Вот уголок глаза мы осветляем, ну-ка, открой, пожалуйста. И уже такой свежий выразительный взгляд наверх и, конечно, под глазом. Сейчас я хочу внешний уголок глаза немножко почерпнуть темным цветом, для того, чтобы глаза стали еще выразительнее. Вот у меня есть палетка со всеми коричневыми оттенками, от кирпичных до темных, песочных таких оттенков. Я вот хочу взять вот этот потемнее оттенок и вот этот уголок глаза немножечко, совсем чуть-чуть растушевать. Для этого я беру кисточку, которой именно удобно наносить темные оттенки. Она даже сама себе говорит, что темные нужно использовать. Кстати, вот хотела сказать, что очень хорошая фирма Morphe не только тенями, но еще и своими брашами с этими, своими кистями. Профессиональные кисти очень удобные для нанесения, растушевки и так далее. Любые есть, абсолютно. Я тоже использую их. Профессиональные. А вот какие вот марки вы бы посоветовали начинающим каким-то визажистам? Ну, очень хорошая фирма NYX. У них и палетки для контурирования хорошие. Немного плотные, но при этом при всем достаточно хорошие для любителей. Также я могу посоветовать, допустим, для запекания макияжа, это вот такая фишка американская, в конце я вам покажу. Я очень хорошую пудру использую, это B&I пудра. И она, чем хорошая, что она минерал и так далее, очень полезная для кожи. Минеральная пудра. Да, да, да. При этом при всем она запекает свой макияж, и он держится очень долго. Она как фиксатор макияжа. Угу, очень интересная тема запекания макияжа. Да, да. Так, ну-ка посмотри на меня, дорогая. Конечно, я должна обязательно смотреть, идет к человеку или нет, потому что каждый человек имеет особенности своего лица. Где-то круглая, где-то квадратная. Надо убрать набор скулы, где-то подчеркнуть глаза, делать их длиннее, или набор округлить. И, конечно, я должна это чувствовать. Профессионал обязательно чувствует, что именно нужно для его клиента. Под глазами. Это приходит с опытом. Да, это приходит, безусловно, с опытом. Это так же, как я провожу курсы, и девочки многие меня спрашивают. Я еще раз проведу вот так вот, чистая кисточка, для того, чтобы более растушеванно все это выглядело, более профессионально. Многие спрашивают мне, как научиться рисовать стрелки, и я говорю, что это опыт абсолютно. Да, я покажу, как правильно делать, но при этом надо обязательно тренироваться. Все, с тенями пока покончено. Ну, между прочим, очень хорошо будет, если я подчеркну подбровное веко девочки. Будет очень хорошо, если подчеркнуть подбровью веко светлыми оттенками теней, либо хайлайтером. На данный момент я хочу хайлайтер взять. Я использую сейчас такой хайлайтер от Huda Beauty тоже, новая палетка. Беру немного светлого оттенка, под бровей провожу, для того, чтобы это... Это придает сияние, во-первых, во-вторых, немножечко зрительно вверх поднимать бровь. Хочу немножко подводки добавить, только на конец глаза. Немножко приподнять взгляд я хочу. Потому что при дневном макияже не нужно слишком много подводки. Это будет выглядеть уже по-вечернему. Вот я уголочек глаза немножко приподнимаю и заостряю. Ну-ка, соль на меня. Ну-ка, хорошо. Сразу глазки удлинились. И с этой стороны тоже. Скажите, вот, пожалуйста, профессия визажиста, это действительно так легко, как кажется? Вы знаете, это зависит от человека, если у него есть склонность к мейкапу, именно к художеству даже больше, наверное. Если есть творческое мышление, то я думаю, что для него это будет легко, очень-очень даже быстро он освоит это. Если человек склонен к другим профессиям, то намного тяжелее для него это будет. Так же во всем, абсолютно, в любой профессии это важно. Если есть склонность, то у тебя получится очень легко это. Чего-то нужно хотеть, любить. Я же говорю, когда у меня курсы, у меня есть трехдневные курсы, и за три дня есть у меня ученицы, которые за три дня такие шедевры творят. И потом открывают свои студии, начинают профессионально заниматься мейкапом. Молодцы. За три дня, да, да, да. То есть, получается, вы выступаете как гуру, да? Каково себя чувствует таким человеком, у которого хотят учиться, которым восхищаются, да? У которого хотят переменить что-то? Ну, хай, не будь я скромничать. Честно скажу, первое время для меня это было очень приятно, когда вот обороты, популярность начала моя приобретать. Мне было очень приятно, очень приятно было, что люди подходят, спрашивают, советы и так далее. Это было очень приятно. Сейчас я уже привыкла и уже отношусь к этому очень спокойно, абсолютно, да. Вот так, как вы видите, стрелочки мы сделаем. Да. А сейчас, хоть это не относится к дневному макияжу, но просто для завершения образа я бы хотела приклеить реснички. Есть разные виды ресничек. Норковые, есть человеческие волосы, есть шелковые, да. Да, да, да. Но при этом человеческие волосы очень так естественно смотрятся, естественные, наверное, у всех. Да, конечно, да. Ну, норковые, а чем хороши, тем, что они многоразовые. Их много раз можно использовать. Сейчас я хочу. Вы сейчас используете норковые, да? Да, скорее всего, это норка. Точно, если честно, не знаю. Это фирма для меня незнакомая. Но... Вы постоянно, значит, экспериментируете? Да, да, да. Постоянно. Да, кстати, я тоже выпускаю реснички. Ланиша Лэшес. А как вы их делаете? Я их не делаю, я их заказываю. Я заказываю модели, я их просто разрабатываю, заказываю тем странам, которые могут мне это обеспечить. И где их можно обеспечить? У меня. Только исключительно у меня. И это, конечно, честно скажу, не в такой свободной продаже, поэтому только у меня можно их приобрести. Они чем-то отличаются, да, от того, что нам предлагают? Держи, какого так? Так скажем. Ну, это норка высокого качества, она многоразовая. Есть аналоги такие же, вернее, это мой наверняка аналог, таких фирм, как Лили Лашес, Худа Бьюти Лашес и так далее. Профессиональных, очень знаменитых фирм. То есть у вас вы берете в качестве основы именно таких вот профессиональных? Ну, да, конечно, я беру в качестве основы. Именно эти знаменитые фирмы, потому что я стремлюсь именно к таким ресничкам. Самым качественным, самым дорогим, самым красивым. И, слава богу, могу на данном моменте сказать, что ничем не уступают таким крутым фирмам. Подержи, пожалуйста, чтобы клей немножечко подсох. Добрый. Я использую клей Дуо для того, чтобы приклеить реснички. Чем он хорош? Тем, что он, во-первых, белый и становится потом прозрачным. То есть недостатки, которые вы там с клеем переборщили или еще что-то, когда вы клеите, естественно, они исчезают, их не становится не видно. Во-первых. Во-вторых, этот клей меньше всего повреждает ресницы, на мой взгляд. И, кстати, он очень хорошо держит ресницы. Не было еще случаев, чтобы они отклеивались просто так. Да, кстати, это самое лучшее. Подуть немножко. Кладь клей. Девочки, есть ресницы, которые нельзя красить тушью. После того, вернее, сначала ты красишь тушь, потом клеишь реснички. Это норковые, в основном, дорогие. Если они не такие дорогие, то, конечно, можно использовать сначала реснички, а потом уже делать тушь. Кстати, я так люблю природные черты лица. Славянские именно. Не просто славянские, а вот светлые глаза я очень люблю. Потому что светлые глаза, мне кажется, любой макияж пойдет светлым глазам. Вот любой цвет абсолютно. А карие глаза очень тяжело, между прочим, корректировать. Несмотря на то, что это оптимальный цвет, они тоже идут все цвета, но при этом при всем почему-то тяжело для меня. Да, может, другим видажистам как-то не так. Кто-то любит булочекарий, какая-то. А вот скажите, есть какой-нибудь такой экспресс-макияж? Как пример, вот быстро-быстро, чтобы можно было быстренько-быстренько. Что можно тогда вот именно, какие вот, какие средства нужны для этого? Я думаю, что тональный крем, канцелев от глаза, немного коричневых теней, именно вот этих нюдовых. И тушь. Все достаточно, да. Стрелки, они не обязательны? Стрелки нет. Сейчас я вообще отхожу от стрелок, если честно. Я считаю, что стрелки уже немножко отходят. Благодаря тому, что сейчас мы используем вот эти норковые реснички, очень такие крупные, очень такие активные. Стрелки сейчас уже не обязательны. Я вот вижу, что, я на своем опыте вижу, что когда я делаю реснички и не делаю стрелок, почему-то мои глаза кажутся более молодыми, что ли, я не знаю. Вот сейчас молодость, свежесть, это же как актуально. Именно вот это вот я хочу подчеркнуть. Посмотрите. С ресничками уже взгляд абсолютно меняется. Это тренд, конечно, на века. Пока, конечно, я знаю, что сейчас нюдовый макияж без ресничек тоже очень актуален. Но при этом я считаю, что реснички пока модны, пока все пользуются, пользуйтесь, девочки. Сейчас век искусственной красоты. Сейчас я хочу немного туши нанести на глаза, на нижние реснички. На верхние нам не обязательно, да? На верхние мы сейчас нанесем обязательно немножечко для того, чтобы соединить ваши реснички с накладными. Я вот нижние сейчас подчеркну. Не важно, какая тушь, когда накладные ресницы, не важно, угляняющая она, объем придающий или не важно. Главное, чтобы она прокрашивала ресницы ваши. Немножечко прокрашиваю реснички. Кстати, я очень люблю добавлять немножко туши на брови. Это кажется, что волосы на бровях толстые. Есть два способа контурировать лицо. Есть кремово-сухой, то есть это большой слой получается на лице. Я использую вот эти две палетки. Кремовый контур и сухой контур от Anastasia Beverly Hills. Это вечерний вариант. Есть дневной вариант контурирования. Я использую MAC консилер и использую просто сухой контур. Сейчас я покажу именно этот способ, потому что лето, жара, день. Поэтому я немного выжму консилера. Возьму бьюти-блендер, спонжик, который я заранее смочила немного. И нанесу его под глаза. При этом вы знаете, что консилер под глаза должен обязательно быть светлее, чем основное покрытие вашего лица. Точными движениями я провожу под глазами. Это придает свежесть и также создает голливудское сияние. В Голливуде на красных дорожках некоторые места осветлены именно у звезд. Они очень любят это. Я часто использую, например, зарубежные звезды. Но это всегда очень эффектно смотрится. И на фотографиях тоже делает образ таким очень интересным. Подчеркивает именно такие нужные участки. Да, да. И вот я же говорю, голливудское сияние. Почему? Потому что на фотографиях, на видеосъемках это вели в лицо как будто сияет. Скажите, а вот вы сотрудничаете со звездами, да? С кем вам легче работать? То есть вот с обычным человеком, да? То есть или же с обычным смертным или с не смертным? Да. Или же со звездами. Вы не поверьте, но со звездами легче. Почему? Потому что они все в основном мои постоянные клиентки. И если честно, я тоже ожидала то, что каждая из них будет со своими какими-то чудами, да, со своим характером. Но при этом, при всем я хочу сказать, что таджикская эстрада очень покладистая, очень добрая, внимательная, заботливая даже в каких-то моментах, да. То они очень отзывчивые люди, очень приятные. Ни одна из них пока меня не разочаровала вот в плане том, что я не вижу там гордости какой-то, самоуверенности в чем-то звездной болезни. Я пока не увидела. С ними хорошо обсуждать макияж, какой бы сделать, придумывать что-то новое. Это классно. Потому что они любят креатив. Да, да, да. Вот именно то, что люблю я. Вы, если заметили, я на нос, на нос, на зону переносится, на спинку носа, нанесла тоже светлый корректор и немножко на лоб. И немножко на подбородок. Так, вот. Сейчас это все естественно смотрится. Теперь я обязательно запекаю все пудрой. Вот, Бен Ай пудра, Кэмэу, я использую цвет, нейтральный цвет, как раз для ее цвета кожи. Да, да. Я именно сначала делаю эту пудру. Это тоже мой прием. Сначала вот косой кисточкой я наношу под глаза, в первую очередь, в большом количестве. А, теперь я знаю, для чего она нужна, косая кисточка. А я все гадала, думаю, для чего же она нужна. Ну, каждый визажист использует по-своему, между прочим, свои кисточки. Как ему удобно. Такого прям, не знаю, прямого предназначения. Все остальное. Прямое предназначение есть у многих кисточек, но не все используют по назначению. Я в большом количестве нанесла под глаза именно эту пудру. И сейчас, когда я уже запекла, и мне 3 секунды прошло, я вот так смаскиваю все лишнее. И все получается полностью матовое. Теперь я беру сухой корректор для лица. В обычную кисточку для нанесения румяна. Круговыми движениями наношу от виска, вернее, от уха к носу. И чем ближе я наношу, тем меньше я нажимаю на эту кисточку легкими движениями. И растушевываю все получается. Тоже важно не переборщить с этим, чтобы лицо не казалось слишком загорелым. И важно очень хорошо растушевать, чтобы не было ощущения грязного лица. На зону лба тоже, для того, чтобы его округлить, меньше зрительно, и придать вот это сияние. Вот я нанесла, могу на скулы тоже нижние нанести, для того, чтобы четкость не наблюдать. Подходим к губам, но сначала мы прокорректируем носик. Я беру более плоскую такую кисточку, но при этом пушистую. И беру обычные коричневые тени, которые я использовала для век. Такие более холоднее, чем эти нам нужны. Вот, например, здесь я беру вот такой вот оттенок холодный. Смахиваю на пальцы все, чтобы там ничего практически не оставалось. Наношу на кончик носа, для того, чтобы его укоротить. И так же веду с обоих сторон спинки и носа и переносить вниз. Знаете, бывают такие моменты, когда видишь, что человек пытался, да? Вот, культивое слово «пытался». Да, да, да. Я понимаю, но нужно, опыт это все решает, да. Ты с опытом видишь свои недостатки. Что-то сделано не так, ты с опытом не видишь. Но очень важно, чтобы это фрикова не выглядело. То есть слишком много не наносить ни в коем случае, потому что вот я заметила, что многие в российской эстраде почему-то перебарщивают именно с нучком. Слишком много. По бокам его, чтобы зрительно сузить его. Видите, кончик носа. При этом при всем это все очень естественно, видите? Просто создает тень. Эта тень зрителям не мешает. Да. И сейчас в конце я использую хайлайтер. Есть, как я говорила, Huda Beauty. Это мелкозернистый хайлайтер, как видите. То есть он на пальце получается таким мелкими-мелкими зернами. И очень яркий. И есть также очень яркий, я очень люблю, Анастасия Беверли-Хиллз тоже хайлайтер. У него крупные зерна. Вот если так посмотреть, он прям... То есть это очень важно, да? Для бюджетного хайлайтера? Да. Ну это зависит от желания человека. То, что я, например, люблю крупнозернистый. Он более яркий, более такой... Восточный. Более яркий для вечернего, да? Или для неледнего? Нет, почему вечерний? Потому что не обязательно вечерний, Потому что, вы знаете, что сейчас это прям тренд. Днем использовать хайлайтер. Это хайлайтинг или по-другому, Strobing лица по-английски, так скажем. Это и есть фишка сияния лица, понимаете? Ну, берем кисточку какую-нибудь пушистую тоже. Я вот сейчас крупнозернистый возьму И нанесу именно на скулы. Я почему-то ранее пренебрала зима хайлайтера, Но сейчас я убеждаюсь в том, Что оказывается, хайлайтер именно играет очень важную роль, Когда они образы. Особенно на фотографиях, да? Да, именно для фотографий. И? Да, вот кончик носа. Ножка. Здесь, вкладка губ. Чуть-чуть совсем. Или же есть профессиональная, специальная для хайлайтера. Но почему-то я вот к ней не привыкла Этой кисточкой именно наносить хайлайтер. Вот именно вот такими движениями. Я же говорю, каждый визажист использует то, Как ему удобно. Пальчики или, я не знаю, спонжики или кисточки, Которые удобно. У каждого свой почерк. Нет определенных правил, так скажем. А теперь перейдем к губкам. Сейчас я хочу немножко увеличить ей губки зрительно, При этом придать естественный оттенок. Никаких кричащих оттенков на дневной макияж. Я использую разные помады. Я очень люблю помаду Huda Beauty. Люблю Kylie Jenner помаду. NYX, кстати, очень доступная фирма по цене. При этом они не сушат губы, что хорошо. Вот сейчас я размешаю две помады. Это будет NYX и Kylie. Сейчас я хочу сделать такой эффект омбре на губах. Сначала, да. Сейчас я пытаюсь нарисовать контур именно этой помады. Моя фишка, так скажем. При этом я немного выхожу за границы губ, чтобы они были более пухлыми. Немножко совсем. Теперь я наношу другую нюдовую помаду. Нюдовым оттенком. Ближе к телу. Провожу так по всем губам. Заходя также на ту помаду, которую я контур нарисовала. Губки у нее нормальные. Но обычно у тех, у кого излишняя сухость на губах, я вот именно этот крем использую. Не крем, а сыворотка. Это вначале я использую, если сухие губы. У нее пока были нормальные губы, но поэтому я не нанесла. Это сыворотка из разных масел и с добавлением 24-каратного золота. Как видите, мелкое-мелкое такое. Немножко капаю на губки. Вот потом нашу помаду. И сколько держится на цвет? Целый день. То есть он такие углажные. Да, да. Теперь той же помадой, которую я контур рисовала, я уголки губ немножечко прорисовываю и пальчиками растушевываю. Это та же помада, которую мы рисовали, контур. Излишние недостатки я хочу убрать плоской кисточкой и любым корректором кремовым. Этим ли, этим ли, вот к примеру, да. Я провожу контур губ. Получается, я чистю свои недостатки. Растушевываю. Где-то границы на губах будут четкие такие. Так. Уменьшко. Очень хорошо. На этом все. Ну, хочу сказать, что вы выглядите супер. Это действительно очень-очень такой образ. И, в принципе, мы не потратили очень много времени на создание этого образа. Да, и что могу сказать, что при этом на дневной макияж, думаю, дополнительные средства для фиксации не обязательно, так как мы использовали эту пудру, и я уверена в том, что этот макияж будет держаться у вас целый день. Отлично. Ланеша, спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей передаче. За него вам также спасибо большое. Ну, а мы сегодня идем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!